Девил Сикстин На мотор-шоу в Дубае местная фирма Defining Extreme Vehicle Car Industry представила суперкар с заявленной максимальной скоростью 560 км в час. По заверениям создателей, установленный в пределах колесной базы двигатель V16 развивает максимальную мощность 5000 лошадиных сил. Этого считают разработчики достаточно, чтобы купе могло разогнаться до скорости 560 км в час и ускориться с нуля до 100 км в час за 1,8 секунды. Звучит, конечно, не скромно, но пока это только слова. В ходе презентации глава компании Маджид Аль-Атар рассказал, что 16-цилиндровый монстр готовился с нуля и изначально выдавал жалкую тысячу лошадей, которая впоследствии превратилась в невероятные 5000 сил. Правда, каким образом, неизвестно. Пагани Уайра Уайра в переводе с языка южноамериканского индейского народа кечуа означает «ветер». Суперкар создавался Хорасио Пагани в течение пяти лет кропотливой работы. Итог налицо. Кузов сделан из фирменного углеродно-титанового композита. Волокна, которыми армирован композит, состоят из пучков карбоновых и титановых нитей. А фермы из хромомолибденовых труб спереди и сзади держат на себе подвеску и в случае чего поглотят энергию удара. Суперкар комплектуется шестилитровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 лошадиных сил и семиступенчатой секвентальной коробкой передач X-T-REC. Последняя весит всего 96 килограммов и установлена поперек, прямо позади двигателя. Снаряженная масса суперкара составляет 1350 килограммов, благодаря чему первую сотню он набирает за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 370 километров в час. Lamborghini Estoke Четырехдверный спортивный седан был впервые показан на парижском автосалоне. Estoke отличается от других автомобилей компании не только типом кузова и количеством дверей. Это первый переднемоторный Lamborghini со времен внедорожника LM202 образца 1986 года. Под капотом авто прячется бензиновый двигатель V10 5.2 мощностью около 500 лошадиных сил от купе Gallardo, работавший в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач S-Tronic от Audi. Привод полный, с электронно-управляемой муфтой, гибко распределяющей крутящий момент по осям. Но пока седан выполнен в качестве концепта и, возможно, так и не появится на дорогах. Тюнинг ателье Novitec Rosso, являющийся подразделением немецкой компании Novitec Group, которая специализируется на доработке серийных автомобилей итальянского премиум-бренда Ferrari, подготовила новый комплексный апдейт для суперкара Ferrari GTC Forlusso. Модернизированная модель получила повышение производительности и визуальные улучшения. Автомобиль использует стандартный двигатель 3,9 V8, однако после того, как над мотором поколдовали умельцы ателье, его мощность увеличилась до 709 лошадиных сил и 882 ньютон-метра крутящего момента. С нуля до сотки авто выстреливает за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 325 км в час. Также авто получило новую систему выхлопа. В состав выхлопной системы входит электронно-управляемый клапан, позволяющий регулировать громкость и тембр работы двигателя. Тюнеры утверждают, что новый выхлоп уменьшает общую массу модели по сравнению со стоковой модификацией, но насколько именно не уточняют. В оформлении экстерьера модернизированной модели появился голый карбон. В состав нового аэродинамического обвеса входит несколько спойлеров, центральное лезвие и диффузор. Все вкупе помогает улучшить распределение воздушного потока. McLaren 675LT McLaren представил новую модель суперкара, заточенную на трек и профессиональный пилотаж и одновременно пригодную к езде по дорогам общего пользования. Английская машина построена на базе спорткара 650S, но легче его на целых 1230 килограммов. Тут и поликарбонатное заднее стекло, и повсеместное использование углепластика, и отказ от кондиционера. Правда, климатическую установку можно вернуть в салон за доплату. Пересмотренная задняя панель кузова оснащена сеточкой для более эффектного охлаждения моторного отсека. Отверстия в новом бампере помогают выводить воздух из задних колесных арок, а на общий рост прижимной силы работает новый углеволоконный диффузор. Мощность 3,8-литрового 8-цилиндрового твин-турбо, как следует из индекса, 675 лошадиных сил, что на 25 лошадей больше базовой версии. Фирма утверждает, что половина всех деталей двигателя разработана заново с целью эффективности и снижения веса. Инстинкт Компания Peugeot представила на публике в Женеве концепт Инстинкт. Это прототип автомобиля, который за своим спортивным и динамичным силуэтом скрывает новейшие технологии будущего и двигатель с гибридным приводом мощностью 300 лошадей. Концепт может участвовать в дорожном движении без вмешательства водителя, хотя возможность классического управления автомобилем здесь все же сохранена. Автомобиль умеет считывать информацию с умных устройств водителя и предугадывает ваши желания, на деле устройство, осведомленное обо всех ваших планах. Платформа Samsung Arctic Cloud соединяет легковушку с умным домом, смартфоном или часами, домашним компьютером и, собственно, интернетом. Авто сверяется с прогнозом погоды и дорожного трафика и решает, если, к примеру, на встречу стоит выехать на 15 минут раньше намеченного. После тренировки, когда вы устали, автомобиль будет вести водителя домой в режиме спокойной езды. Спасибо, друзья, что внимательно смотрели. Далеко не расходитесь, впереди вас ждет еще много интересного. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok